Сегодняшняя новость. В январе объем грузов на латвийской железной дороге упал больше, чем на 50%. Перевезли лишь 2 миллиона тонн. Для сравнения, в январе 2010-го грузов было 4,5 миллиона тонн. Уже начались увольнения, пока сокращают работников администрации. Дойдут ли до машинистов и когда это произойдет, в ЛДЗ не говорят. Когда-то профессия машиниста в Латвии считалась престижной, что стало с ней в наши дни. О непростой судьбе машиниста – мое личное дело. Валдес Вилсенс на железной дороге 30 лет. Называет себя универсалом. Может работать и на грузовых, и на пассажирских поездах, но все-таки считает себя машинистом пассажирского поезда. Ну, скажем, дальнобойщик. Но едет себе и едет. А водитель пассажирского всегда должен быть аккуратным, солидным, при галстуке. Все-таки работа с людьми. Валдес Вилсенс рассказывает, раньше профессия машиниста считалась престижной. Составы были длинными, а дороги дальними. Потом появились границы. Теперь латвийские машинисты ездят только по Латвии. Любимое направление – до Валки. Но на красоты отвлекаться нельзя. Нельзя ни о чем другом думать. Только о работе. Если задумаешься, может произойти все, что угодно. Надо следить, на каком километре находишься. Если вдруг что-то случится, сразу сообщи диспетчеру. Быстро принимать решение. В жизни тебе надо знать наизусть пять книг. Инструкции, в том числе торможение по защите труда, ну и, конечно, строение локомотива. Насколько я знаю, в вашей профессии восемь других профессий. Да. Смена 12 часов. На пассажирском поезде график четкий. На грузовом – неизвестность. Все зависит от того, будет ли груз. Сидишь, ждешь в полной боевой готовности. Такова нынешняя жизнь машиниста. В 2019-м объемы грузов сократились. За год латвийская железная дорога перевезла чуть больше, чем 40 миллионов тонн. Это антирекорд за последние 17 лет. Уже начались увольнения. В ЛДЗ было 6 тысяч сотрудников. За год собираются сократить четверть работников. Это полторы тысячи человек. О конкретных профессиях не можем говорить. Сейчас идет первый этап оптимизации. Он больше касается работников администрации, которые в большинстве своем находятся в Риге. Но потери железной дороги не только из-за сокращения грузов. Все решения в Латвии с Дзелстельш принимает правление. Однако, как рассказывают в прокуратуре, был создан еще и Совет президентов. По сути, клон правления. Там сидели те же люди. Выполняли ту же работу. Но за это получали двойную зарплату. Прокурор считает, что все это время незаконно начислялись и выплачивались вознаграждения за работу в Совете президентов. А также необоснованно начислялись и выплачивались компенсации и пособия. Вознаграждения могли в полтора раза превышать зарплаты членов правления, которые предусмотрены нормативными актами. Совет президентов, по информации прокуратуры, был создан в согласии и при поддержке должностных лиц из Министерства сообщения. Просуществовал он длительное время. За 9 лет могли незаконно потратить почти миллион. Структуру закрыли лишь осенью прошлого года. Начат уголовный процесс. Машинист Валдес Вилтсенс рассказывает, за последние годы престиж его профессии упал. Возможно ли его поднять, он не знает. Сейчас машинист – простой водитель поезда. Даже те, кто в кабинетах сидят, считаются престижнее. Мне так кажется. Нет, я не завидую. Предложения были. Приглашали идти инструктором или диспетчером. Спасибо, не надо. Моя профессия – машинист. Мне нравится. Все хорошо. Рижский государственный техникум здесь обучают аж трем профессиям, которые связаны с железной дорогой. Одна из них – техника локомотивного хозяйства. Урок на втором курсе. Интерс практически не глядя, разбирает и собирает блок экстренного торможения. От этой детали зависят жизни людей. Интерс с детства любит поезда. Вспоминает, как к ребёнкам каждый раз бежал к железной дороге, только заслышав гудок, смотреть, как идут большие поезда. Когда вырос, долго не мог найти, где же можно получить любимую профессию. Наконец, отыскав техникум, сначала попал не на ту специальность – диспетчера. Потом перевёлся на техника локомотивного хозяйства. Честно говоря, мне нравится всё, что связано с железной дорогой. Даже если мне придётся работать дворником на станции, всё равно это буду делать с большой радостью, потому что буду рядом с железной дорогой. Вот так неожиданно я оказалась за рулём локомотива. Это симулятор, он сделан один к одному, и такой путь действительно есть. Он из Риги в Даугуфилл. Столько что мы проехали станцию Лейлварды. И вот мои внутренние ощущения, что такая работа машиниста – это очень непросто. Надо не только всё время следить за дорогой, за сигналами светофора, но и также за панельной доской контролировать давление. И сейчас вот загорелась лампочка. Мне надо нажать была эту кнопку, если бы я не успела, то произошла бы аварийная остановка всего поезда. Она так и называется – кнопка бдительности. Загорается через каждые 30 секунд или минуты-полторы. Зависит от маршрута. Если вдруг машинист уснул или потерял сознание, механизм убережёт от трагедии. Работает он так – кнопка бдительности загорается, машинист её не нажимает, тогда 7 секунд звучит сигнал. Если и на него не реагируешь, включается экстренное торможение. Я измельчил однотодорожное помоство. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Последние два года на железнодорожном отделении недобор учеников. Учебное оборудование новое, вложены огромные деньги. Один симулятор стоит как особняк. И работа уже ждёт. Заказ Министерства образования на каждую из трёх специальностей по 25 специалистов в год. А набирают меньше половины. В этом году пришлось объединить две специальности, чтобы открыть группу. В принципе, сейчас, наверное, третий год, когда говорят, «Ай, чего вы пойдёте на железную дорогу? Там ничего нету, там всё плохо, там всё так». И поэтому, чем больше говорят на уровне государства такие вещи, ну, как бы, это сказывается, конечно, на моём наборе. Сами ученики за своё будущее не боятся. Уверены, специалисты будут нужны всегда. А хорошие специалисты – тем более. Да, слышу, что там и сокращение, и так далее. Но на самом деле, я не сильно предвожу этому задачу, потому что, как по мне, если ты учишься хорошо и стараешься, то всё будет хорошо, и ты будешь работать. Это только нынешние погодные условия. Из-за тёплых зим не замерзают российские порты, и корабли идут туда. Но, думаю, через 2-3 года, когда закончу техникум, ситуация нормализуется, и всё вернётся на старые рельсы. Ну, а если нет, поеду на узкоколейку Гулубины-Алукс, но там тоже есть что делать. Когда увольняют поваров, все молчат. Когда, вот сейчас говорят, электрум там будут увольнять многих людей, все молчат. А как железная дорога? Я понимаю, что это камень мой огород. Но я из династии железнодорожников, я не сдаюсь. Я верю, что, как мне сказала начальство, те Господь наберёт детей. И вот эти две группы, действительно, они особенные. Здесь говорят, на железной дороге самое главное – не рельсы, поезда и грузы, а люди, выбравшие эту непростую профессию. Личное дело Дианы Спыну, Анастасии Дьяконовой, Латвийское телевидение.